приветствую всех 1908 сборка симпатичный игровой системный блок новые корпуса формула 7713 серия v-line подсветкой спереди 320 миллиметров кулера мощная игровая новая машинка построена на базе процессора intel core i5 10400 f 6 ядер 12 потоков частоту имеет а 2 9 до 4 3 я есть режиме turbo boost comet lake 1200 сокет это предыдущем поколении бывшая 7 8 700 который в этом поколении стал ай пятым приставка f означает что встроенная графика здесь отсутствует отключена на аппаратном уровне то есть процессор без графики ну и при этом он дешевле чем обычный 10400 процессоры не горячие но родных кудров все-таки не хватает интеловских производства foxconn маленьких мы ставим уже на тепловых трубках это более чем для этого процессора достаточно deep cool h mini 80 миллиметров бесшумный вентилятор но и охлаждает очень хорошо при том что он легенький не перетяжеляет сокет в общем все хорошо здесь материнская плата на б 460 чипсете чипсет у нас не позволяет заниматься разгоном памяти процессор некий соответственный разгон процессор здесь тоже невозможен то здесь все работает в стойке максимум что можно здесь разогнать в кавычках это использовать оперативную память с вкусными таймингами профильную ну и можно побаловаться повер там такая материнская плата позволяет отключать увеличивать повер лимит 65 ватт например на 125 ватт и при этом производительность будет чуть выше плюс он меньше будет сбрасывать частоту материнская плата здесь а 40 b 460 м про 4 одна из моих любимых материнских плат под этот сокет имеет два огромных радиатора на ключах очень развитую систему питания процессора 8 пиновую колодку без каких-либо проблем можно сюда ставить процессоры что а и 7 что и 9 и даже с приставкой кей спокойно он будет это дело все вытягивать система охлаждения под это рассчитано оперативная память стоит у нас а даты xpg spectrex до 41 на 3 гигагерца и у этой памяти есть два профиля 1 на 2 666 профиль 2 и 1 профиль на 3 вот нам как раз профиль 2 здесь и нужен при этом тайминги очень очень вкусная память очень быстро но имеет повышенную гарантию плюс есть такая rgb подсветка что в принципе таком корпусе смотрится хорошо но разница от простой до такой памяти примерно 1000 рублей так что переплата здесь небольшая на платье есть разъем ультра м2 куда можно поставить ssd накопители с интерфейсом nvme по шине ps express сверху здесь радиатор до таких ssd накопителей они греются быть здоров поэтому производитель предусмотрел довольно таки толстый радиатор снизу у нас сейчас под видеокарты есть второй разъем ультра м2 в нем стоит ssd накопитель на 408 гигабайт фирма md radeon r5 m 480 g8 с интерфейсом sata ну и форм-факторе м.2 также есть разъем м2 под вай-фай адаптеры ни разу мы еще даже и не ставили такие разъем есть то толку немного но и изюминка этого системника эта видеокарта geforce rtx 2070 супер на 8 гигабайт gddr6 256 бит имеется два питания 6 и 8 пиновая версия gaming pro очень очень развитая система охлаждения здесь три вентилятора причем упали то сейчас они совсем другие стали не те как были раньше толстенькие довольно-таки надежные и эффективные блок питания здесь идет на 650 ватт фирма термилтайк серия 2s это блоки сертификатом 80 плюс имеет трехлетнюю гарантию для такой сборки запасом ну и корпуса корпус такой мы впервые собираем есть честно думал что передние вентилятора не регулирует подсветку думал что это такие же как эти и что-то мне неделю стоит этот корпус никак в нем ничего не соберу поэтому на самом деле приятно удивили так то корпус очень классный рассчитан под установку 140 миллиметров в кулерах сверху и спереди можно поставить спокойно водянку до до 3 вентилятора 120 миллиметров тройные спереди и сверху есть специальный отступ у корпуса вверх и вбок чтобы не мешала памяти радиатор на ключах так что корпус с большим большим запасом но и потенциал материнская плата есть то есть спокойно можно будет поставить мощный процессор у корпуса есть разъем usb 3.0 usb 2.0 кнопки у них здесь везде soft touch кнопка регулировки подсветки отдельная не через кнопку reset ну и спереди это закаленное стекло у нас тонированная снизу здесь очень корпуса смотрится очень строго хорошо сбоку будет тоже закаленное стекло и в принципе в 3900 рублей с комплектными вентиляторами это очень недорого для таких больших симпатичных коробок уж всяко лучше будет чем использовать залманы постоянно переносит сборки посчитан на залманы а и 3 или n5 т.ф. ничего хорошего в них нету там пластик по кругу сбоку спереди пластик который царапается мутнеет эти корпуса все-таки на закаленном стекле не смотрится вентилятора зачетно вот такая вот у нас получилась машинка можно сюда добавить еще жесткий диск тарабайтник обойдется от трех тысяч двух тарабайтник от четырех с половиной примерно тысяч рублей но с объемом 480 sd можно без жесткого пока и обойтись по деньгам машинка вышла восемьдесят одну тысячу сто рублей на самом деле здесь уже ничего прибавить нельзя тест у нас 3d mark прошел 9500 попугаев ну вот как бы очень хорошая мощная видюха уровень примерно 1080 и не ниже